всем здравствуйте сегодня 24 декабря и где-то я в предыдущих видео по-моему оговорилась что празднуется она с 25 26 на самом деле 24 на 5 конечно и мы едем на север снова муж устраивает дикий бардак мы едем к бабушке и дедушке к тете и дяди в общем племянникам ко всем праздновать этот праздник наверное будет просто как-то праздничный ужин можете немножко поснимаю его потому что в общем родственников снимать неудобно но у нас тут такие приготовления как будто мы уезжаем на месяц мы останемся сегодня с ночевкой собственно это только вот сейчас мы в 11 утра мы уезжаем и вернемся наверное примерно тоже это так то есть уезжаем и на сутки обеспокойств у нас как будто мы на месяц но в большей части потому что кошечек очень мне страшно оставлять одних если марвель волосатенько еще спокойно я думаю перенесет она даже не заметит что у нас нет то другая лысик мой добби маленький очень нуждается в человеческом внимании и она еще мерзнет в общем ей нужно человеческое тепло во всех смыслах этого слова плюс много еды плюс она везде лазает и вообще у меня куча страхов связанных с этой поездкой именно в отношении кошек поэтому мы тут оставили огромное количество еды посмотрите три миски воды что еще выключили эту панель варочную потому что они могут своими лопульками и включить уже неоднократно так было придется закрыть это патио там во первых чтобы им было теплее во вторых чтобы через это патио никто не залез и конечно их лоток вы знаете какой он у нас вот такой интересный пришлось вытащить вот в коридор комнату я наверное закрывать не буду потому что кто-то здесь уже прячется в виде вот этой вот рульки где ты вот она она греется как я ей закрою доступ тому нет комнату оставлю открытой чтобы как-то у них еще было немножко пространство ну и все скрипя сердце едем часто что стоишь бери гитару пошли вот 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Также здесь расположено еще и замечательное, очень милое кафе, но в праздничные даты, заранее говорю, что нужно бронировать, потому что без брони часто вам даже выпить кофе там не получится, хотя оно очень мило и атмосферное. Спасибо. 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 Здесь продаются всякие кушания и напитки, произведенные на Канарских островах, как крепкий алкоголь, ром, ликеры, банановые ликеры и вина советую попробовать. Также продается всякое варенье, банановое, также из кактусовых плодов, банан с ромом и многие другие, но вы также их можете найти практически в любом супермаркете на Канарских островах. Конечно же есть мед из тахинасты. Это такие огромные трехметровые морковки эндемик Канарских островов. Конечно, они только выглядят как морковки. Обязательно посмотрите мое видео, которое я снимала весной про тахинасты. Собственно, я снимаю его каждый год. И этот мед продается не везде. Вот здесь вы его можете найти. А вот кофе почему-то с разных частей света. Есть ликеры и уксус. из кактусовых плодов. Часть вот этой полочки посвящена инжиру. Тут и ликеры, и, наверное, соусы. И, конечно же, варенье из него. Местный ром. Различные крепости и вкусовых оттенков. Альмагротем сырный соус. Канарский пряный ром. Конечно же, обязателен к дегустации. Ну и так как Канары специализируются на производстве бананов, то здесь все из бананов разве что дома не строят. Твердый козий сыр. Конечно, в подобных магазинах он довольно дорогой. Также и в супермаркетах можно найти очень много интересных вкусных сыров. Пальмовый мед, который производится на Канарах. Тоже его очень-очень люблю. Местный ром. Канарул К симпатиси. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Потому что, скажу вам по секрету, у него основание забетонировано. Потому что оно уже очень сильно разрушается и хочет упасть. Там выращивают... Однажды ему должны будут поставить замену. Эти малыши, конечно, не подойдут. Но вот там дальше есть то дерево, которое уже приготовили на замену в случае трагедии. Конечно, оно не сравнится с этим. Но мы его будут пытаться спасти любыми доступными и недоступными средствами. Но вообще какое-то такое ведьмовством попахивает. Очень такое, как будто... Из вот этого... Последний охотник на ведьма, да? Там какое-то тоже такое было, мне кажется. Так страшновато. Здесь вокруг посажена куча ароматных растений. «爾 moltищий, простых. Тут говорят, что только вот эта его часть, основание, часть ствола оценивается как 65 тонн, а все дерево, которое, кстати, кто не знает, это все-таки трава, а не дерево, оценивается в 80 тонн. Кстати, у нее кроваво-красный сок, поэтому и называют драконовое дерево. Возможно, есть еще какие-то причины, я знаю эту. Здесь за стеной, вот это кафешка, в которую я только что заходила. Вообще, красиво сделали на самом деле. А вы когда-нибудь видели такую траву? Кафешка 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 Продолжение следует... Здесь у нас рассказывается про птичек, которые обитают на Канарских островах. Вот он наш удод. А этого я, наверное, в лесу увидела голубого. Пенсо-насуль. А вот этот у меня за стенкой живет, не может свою башню достроить. Все, уже небоскреб строит дятел. В этой части парка у нас представлены лавровые леса. Продолжение следует... Извиняюсь, у меня сегодня такие кроссовочки яркие, не в тему. Единственные чистые. Продолжение следует... Внизу нас ждет что-то очень интересное. Интересное из съедобного. О, это же земляничное дерево, да. Символ Мадрида. Медведь, который лезет за земляникой на дерево. Да, такая у них земляника. Во всяком случае, переводится на русский язык именно земляникой. Видите, написано эндемик Канарских островов. А Мадронию Канарию. Это оно и есть. Ухватить бы одну ягоду. Но тут внизу уже все ухватили. Тут у нас ущелье. А дуванчики. Мелкие-мелкие канарские. Мелкие-мелкие. Вежели должны быть огромными. А здесь не выросли. Или пока еще не выросли. Так. Вот по этой дорожке попадаем на банановые плантации Насколько я понимаю, здесь помимо бананов и папайи еще растут всякие высаженные растения с медицинской важности Пимента Почему? Субтитры создавал DimaTorzok Очень много чего Но понимаете, что меня больше всего интересует с ясной наткнулась неожиданно на папайю Вы только посмотрите Вот так растет папайя Дерево Вполне может быть невысоким И вот таким плодовитым О, боже А тут у нас бананчики Это банановый цветок Здесь зарождаются новые бананчики Видите, малыши А тут уже целая ветвь Пахнет чем-то очень пряным Очень приятным Какие там Не знаю, как их назвать Типа геккон, наверное Перенкены Такой цветочек Вон, прохладненький Кафе Кафе То есть кофе А вот оно так прям по веткам растет О, какие О, какие Почему они разные Видите, вот этот красноватый Маленький Ай, посмотрите, какой жук Ты меня не боишься, что ли? Сейчас как прыгнет Как прыгнет Он реально на меня смотрит И кругом папайя О, мечта Сейчас у меня сядет камера Но самое главное для себя Я уже засняла Причем я тут вот так восхищаюсь То есть у бабушки на даче Она просто вот тоже растет Они ее как в России В сезон кабачков Не знают, что с ними делать С этими папайями То есть заснять цветок И ничего у меня не получается О, наше счастливое фото Вместе Я и папайя Да, вот такая штука у нас дома растет В смысле В нашей деревне Помните вот эти вот Желтенькие цветочки И вот такие коробочки Что-то похожее Так, ничего не вижу Солнце отсвечивает Что-то похоже на хлопок Потом появляется из них И вот оно Показано Олегодон Что-то действительно хлопок Это на самом деле хлопок Ребята, да вы что На самом деле Ну все Теперь можно декор не покупать Просто рвать на улице Опять у нас тут кофеечек Извините, ребята Не отвечаю за фокусировку Ничего не видно Так солнце отсвечивает Тут еще что-то съедобное растет Думаю, на этом батарея у меня и закончится Как только отсниму все съедобное Ты кто? Дурасно Про тебя я уже слышала Фрукт Написано, что Помогает При разных заболеваниях Сами можете прочитать Там в принципе Понятно Значит фрукт Значит можно есть Тамарию Наверняка тоже Это трава Везде просто Написано было При входе Что на Канарских островах Произрастает Больше Двух тысяч Вот этих вот Травок Медицинских Банан и я Счастливая семья Как я тебя люблю Почему я не могу унести тебя домой Наверное потому, что ты весишь Как три китайца Прям бананы-бананы Там наверное цветет Жесткая штука такая Прям бананы-бананы Здесь у нас какой-то Термофильный лес А термофильный Видимо это Любящий тепло Да Фил любить Термо Видимо тепло И здесь у нас Пальмочки И опять же С драконовыми деревьями Мини Какие у них страшные корни Вот В общем сделан какой-то Оазис Вполне Есть на что Посмотреть Даже вроде было написано Что парк этот Занимает Три гектара Три гектара Это немало Вот так и слушаю После этого Местных жителей Напоминаю Что мой муж Мне сказал Что здесь смотреть Нечего Но ему нельзя Доверять Как сказал Доктор Хаус Все врут Без Белена Конечно Никуда нельзя Какие тут орлы Водятся Там есть смотровая Площадочка Очень постараюсь Экономить батарею Чтобы до нее дойти Вдруг там что-то Интересное Видите Уже Кричит мне Что меньше 20% Так Ладно Ну кактусы Вы видели Так что Пойдем дальше К чему-нибудь Интересному Со всех сторон Это дерево Прекрасно А вот эти Кактусы Ну реально У нас Вокруг дома Растут Где я Хожу к морю Все в них По-моему В пауках Такие же А это инжир По-моему Не подписано Не знаю Что он тут делает Но это инжир Какая здесь Прохлада И влажность Организована Вот это инжир Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Знаменитые канарские сосенки, уже много раз виденные. Такие у них иголочки бывают еще гораздо длиннее. Я делаю из них корзинки. Уже как-то показывала предмет моего творчества. Айониумы цветут вовсю. В этом много прекрасного, но также много печального. Если кто не знает, то вот такая вот головушка, которая зацветет вот так красиво, после того, как в процессе цветения отдаст ей все силы и отомрет. И останется что-то вот такое. Но она даст жизнь многим другим айонимам. И да, кстати, на сухой веточке может появиться новый малыш. А кто, интересно, вот это такие? Тоже похоже на нечто древнее, да, такое? Смотрите, форма пальмообразная. Надеюсь, найду табличку. И лист какой резной красивый. Ой, похоже здесь еще есть пещера. Она с пауками. Нет. А здесь у нас рассказывается про лавовые туннели, как они образуются. Но что-то я не вижу, чтобы здесь говорилось, что это именно остатки лавового туннеля. Мне страшно. Такое ощущение, что прямо действительно лава идет. Боже мой. Боже мой, я первый раз зашла вот так в пещеру. Ничего не вижу. Ой, там останки чьи-то. Мумия. Мумия гуанчи. В ночном режиме, по-моему, получше снимает. Чтобы вы хотя бы немножко видели. На самом деле здесь гораздо темнее. Это уже выход из деревни. Какой ужас. Сейчас это все паутина, вы понимаете. Все паутина. Надо бежать отсюда. Нет, тут еще куда-то можно сходить. Мне страшно, ребята. Я этот... Насмотрелась всяких фильмов. Страшно про... Толков застревают в пещерах. И мне вообще не комфортно ни разу. Что там такое? Давайте я фонарик включу. Где фонарик? Нет фонарика. В общем, люди, я не могу туда зайти, потому что я, как минимум, ничего не вижу. Так что идемте сюда и надеемся, что из этого есть вообще выход. Вот это потолок, кстати. Еще у меня 10% батареи. Так что меня, если что, здесь никто никогда не найдет. Я надеюсь, они пересчитывают посетителей, которые заходят. А, не, все. Здорово, подруга. Это наша мумия Гуанчи. Я здесь уже была. Все, на выход. Ура! Мы выбрались. Слушайте, прям как в Индиане Джонс, да? Если дверь захлопнется, я не буду руку ссовать никуда, чтобы ее открыть. Все, на выход. Что это за заготовка дров? Это, видимо, была какая-то печь. Я так подозреваю. Непонятно. Есть у нее вход? Не вижу. Объяснений нет. Просто куча бетонная. Ну и так, как это все-таки один из винных регионов, и вино здесь производилось с древности, можно сказать, то вот вам реконструкция давильни. Давили здесь виноград. И закатывали вино в бочки. В общем, все как полагается. Как вам эта доска для серфа? На этом мой осмотр парка закончен. Мне он показался очень интересным. Так что никого не слушайте, если вам говорят, что где-то неинтересно. Идите и решайте для себя сами, интересно вам или нет. Всем спасибо за просмотр. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.